Всем привет! Сегодня я бы хотел с вами поговорить о Луне и почему астрологи игнорируют ее. С тем, что я запустил новый гороскоп, нужно немножко рассказать о Луне и почему вам это знать нужно, что без этого работать этот гороскоп не будет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Значит, Луна это не менее важный фактор, чем у Солнца и у некоторых людей даже оно ярче может проявляться, чем это Солнце. Луна в совокупности с Солнцем это как вот две руки, левая и правая, например. Солнце, допустим, левая рука, а Луна ее помощник правая рука. Да, порой бывает, что главнее Луна, но об этом позже. И Луна, допустим, может рассказать, как нужно отдыхать, да, то есть это такая условно зона комфорта, как у Матрицы Судьбы, например, есть. И это практически схожий параметр. Конечно, сравнить не буду, но смысл как бы тот же. Допустим, человек на нервах, да, и вот ему, допустим, Луна вовне, если у тебя, да, то необходимо там покричать с кем-то, поругаться и тогда становится все хорошо. Рэйби, например, в Луне музыку послушал, ну, вроде бы отдохнул, да, ну, вот. То есть вот такой вот смысл. Если Луна напряженная, то это плохое отношение, вот, допустим, многие про это говорят, что плохие отношения с женской именно линией, потому что Луна считается это, по маме, допустим, по ее линии, вот, считается Луна. Но это не всегда так, на самом деле. То есть тут нужно смотреть полную карту. Поэтому однозначно говорить так не стоит. Я бы не стал, например, вот. Это может быть с родителем каким-то необязательно по женской линии. Нужно смотреть по карте натальной. Может быть это с отцом, например, напряженка. Луна у нас отвечает за четвертый дом, поэтому, соответственно, здесь будут такие истории, как не только с родственниками плохие отношения, но еще, например, вот дом вот у вас есть, да, и вот как у вас с этим домом. То есть вы, может, там не живете в этом доме, и, как бы, это одна из причин какого-то там негатива вот у вас внутри, да, это может быть сон плохой, но это не всегда из-за этого. То есть тут не нужно именно винить луну во сне, и луна еще может сказаться на депрессиях. На луне это может быть переедание. Но, опять же, это тоже не всегда. Это нужно полную карту смотреть. Именно к желудочному тракту я бы отнес, наверное, всякие гастриты. Вот это вот больше. Плюс депрессии, всякие атаки, панические нервные срывы, это когда с друзьями напряженка, то есть их вообще может, они могут отсутствовать. И не умение адаптироваться вообще в окружении. То есть ты не понимаешь, где ты, что ты. Ты уезжаешь куда-то, например, и тебе скорее хочется домой. Приезжаешь домой, и тебе хочется уехать куда-то. То есть такая вот абракадабра получается. Но это как бы существует, это реально все. Да, это еще может быть чужой дом. Вот одна из причин напряженной луны. В мужской системе может луна отвечать за некий такой образ женщины. А в женской карте это способность на рождение, на создание семьи. Ну и чувство материнства, условно так это назовем. Если вы что-то посадили, и вот это что-то вянет, то это тоже напряженная луна. Если уже взять отношения именно, допустим, с мамой, то, допустим, если у вас плохие отношения, и, например, для галочки отношения, то есть вы общаетесь так, ну типа так надо. Вот еще он отвечает за отношения миру и здоровье, конечно же. Ну и луна еще, я бы сказал бы, это такая, луна отвечает за эмоциональное состояние, то есть за ваши внутренние вот эти вот эмоции. вот это самая главная планета в плане эмоции. Пораженная луна – это в первую очередь тяжелое детство, какие-то плохие отношения с родителями. то есть ну они как-то оставили отпечаток большой на вашу всю жизнь. То есть вот вас там как-то плохо относились и так далее. То есть одно дело, если вы помните, так, ну скажем, ну было, да, типа это там детство, воспитание, а другим это так прям затрагивает конкретно. Это, кстати, родители могут затрагивать и отношения ребенка к нему. То есть, допустим, родитель может помнить отношения, ну какие-то с детства детей, какие-то воспоминания, что вот что-то ребенок делал такое, и он будет тоже помнить навсегда. Поэтому тут мне все так однозначно, что именно вот так вот может быть. То есть могут быть вот такие вот маленькие исключения. Одним словом, вам оставили отпечаток на всю жизнь, и вы вините кого-то. Вот это вот плохо. Если у человека слабая луна, то этот человек не способен испытывать эмоции, а возмещает негатив на близких и раздражительный. И этим людям сложно найти какое-то занятие души. То есть они не понимают, что хотят, что им делать и так далее. То есть, ну, условно назовем, мне так проще называть. Ну, как кот. Вот так вот проснулся, что-то там сделал, поел и спать опять на работу. Кругло так вот. Человек просто живет. Все. У кого сильная луна, те люди, они руководствуются эмоциями при выборе профессии, при, допустим, поиске работы какой-то, при выстраивании карьеры. Эти люди, ну, то есть они не ищут какую-то выгоду в чем-то где-то там. Если у этих людей что не получается, там они что делают, то они как бы не унывают, они дальше продолжают делать. И они очень просто находятся. Общий алик с другими людьми, знакомства, какие-то новые, новые связи. Это все для них легко, просто изи. В нотальной карте у женщины луна. Враженность луны покажет, что, ну, может, видели таких женщин, которые вообще завести с полуоборота легко и негативно, эмоционально реагируют на все. А то вы убить там, ну, вот, короче, все такое, да. А в нотальной карте у мужчины луна показывает. Мужчина знает, что нужно его женщине, например. Вот это вкратце можно вот так описать. Ну и, например, луна, если у мужчины вредно находится, то такой мужчина просто привлекает внимание женщину своей загадочностью. Например, вот еще нужно знать, в каком доме луна. Например, у женщины, если в первом доме луна, то такая женщина, она привлекает мужчину сразу же. Та не в силах сдержать свои чувства. И, ну, это не то, что минус, это нормально. То есть это нужно каждому человеку знать, в каком луна доме, в каком знаке у него эта луна. Кстати, здесь не особо нужно знать время рождения, потому что главный день нужно знать. Потому что луна каждых два дня сменяет знак. Поэтому, в принципе, на процентов 90, да, что вы без знания времени будете знать свою луну. Ну, в общем, все, что хотел вкратце рассказать. Я думаю, для новичков больше и не нужной информации. . Вот